Доброе утро! Сейчас очень раннее утро, 6 часов, начало седьмого только. И посмотрите, какая погода изумительная. И в это время выйти на улицу и сделать пару упражнений физических на свежем воздухе. Вдохнуть вот этот воздух, это по-моему самое то. Выходите на улицу по утрам, пока все спят, пока город спит у вас. У нас уже, конечно, не спят, уже машины ездят по дороге, все это уже слышно. Но все равно вот такая вот присутствует еще тишина, еще птички спокойно поют. Так что, кто где живет, выходите, выходите хоть на улицу, во двор дома. Просто пройдитесь, не бегайте, если сложно. В общем, все это заряжает на весь день. Я себе включила в рацион моих ежедневных, даже не знаю, как это назвать, процедур, скажем так. Сейчас, помимо того, что не кушаю хлеб, сахар, помимо этого всего, я включила еще очень интересную программу для себя. Мама посоветовала гормональную тибетскую гимнастику. Тоже буду делиться с вами, чем это для меня, ну, как обернется, как я себя буду чувствовать, пока вот только начало. Но решила все, буду делать на постоянной основе. Кому интересно, забейте в гугле, посмотрите, что это, для чего это. Ну, для общего состояния здоровья. В любом возрасте там сложно вообще ничего делать не надо. И вообще это делается лежа в постели, пока вы еще не проснулись. Вот так, мои хорошие, вот такое утро, хотела вам поднять настроение. Занимайтесь собой, потому что дороже вас у вас в этой жизни нет никого. И когда у вас на лице улыбка, когда счастливы вы, ну, я люблю это выражение, счастливы в доме даже и тараканы. Уже, ну, что говорить о детях и муже, конечно, когда жена в доме счастливая, все дома счастливы просто, на все 100%. Так что сначала сделайте счастливой себя. Вот как это, как это, посмотрите, прекрасно. Здесь уже очень много бутончиков и розочек раскрывается. Так что, вот, там уже и не одна раскрыта. Надо будет поближе вам показать. Вообще красота. Красота, красота. Ну и давайте, что я сегодня готовлю. Собрала с утра листочки. Их уже проварила. Ну, проварила это, как бы, громко сказано. Опустила в кипяток с каждой стороны по 2 минутки. Здесь совсем немного, потому что заворачиваю сегодня толму рисовую. Здесь рис и белгур. Белгур – это такая отрабленная, уже сваренная пшеничка и высушенная, конечно. И много зелени, много жареного лука, ну, всяких специй, сушеных зелени, томат. Вот, все это на растительном масле, потому что вот эта толма, рисовая, холодная, гораздо вкуснее, чем горячая. И уже сделали. Дочка сегодня вот бурачный салат сделала. Вы посмотрите, он еще не сделан, конечно, мы его еще не мешали ни со сметаной, ни с майонезом. Вы посмотрите, какой сочный бурак или свекла, кто как ее называет, был. Вот, смотрите, прелесть какая. Собрала свежий чеснок. Это вообще игрушечные такие. Вот, и выжила здесь пока только специи и выжатый чеснок. Выдавленный чеснок, вот. Вот так, так что очень вкусный, сладкий, сладкий, вот такой, очень сладкая свекла. Так что будет вкусный салатик. Сюда добавим или сметанку, или пополам с майонезом. Вот такой у нас сегодня будет обед. Ну, конечно, уже свежие огурчики, помидорчики. Еще у меня есть капустный салат, уже его сделала. Капустный салат, он у меня с морковкой, с зеленью. О, что я туда положила еще? Да, капуста, морковка, много зелени и лимонная. Лимонная кислота. В общем, тоже вкусный такой салатик. Сейчас я вам его покажу. Вот такой вкусный салатик у меня здесь. Посмотрите, он такой аппетитный. Я вообще, вот из свежей капусты, и когда много зелени, я сюда лишнего ничего не люблю, честно говоря. И можно огурчики нарезать. Мне не нравится, он такой очень много жидкости выпускает. А вот это, ну, как бы здесь и не нужно с солью давить капусту. Ты сделал, и она уже такая мягкая вся. Очень вкусный салат. Ну, хрустит, конечно, если не давите, хрустит. В общем, вот так у нас сегодня вот такой витаминный, я вам скажу, день. У нас разгрузочный. Потому что друг за другом были вот такие мясные, мясные, мясные блюда. Я сказала, давайте, сегодня будет разгрузочный день. Вот такая вкусняшка. Кто любит рыбку, собирайтесь. Посмотрите, какая у меня здесь махина. Ну, чтобы вы просто понимали, вот это одна ее вот такая часть. И вот она вот. Это на шашлыки. Вот одна такая очень-очень-очень большая. Вторая, ну, не такая большая, но тоже крупная-крупная. Сейчас буду чистить от чешуек. Потому что животик, смотрите, какая свежая. Прелесть просто. В общем, буду ее сейчас мариновать. То есть солить, перчить и все такое. Это идет в холодильник. Это почищу. Я люблю посолить немножко. Вот. И из этого будет хашлама. Вот. В общем, обожаю рыбу. Радуюсь всегда. И всегда. Вот какой-то момент проходит, начинаю мужу. Рыбу хочу. Давай рыбу принеси. Уже соскучились. Мы рыбу вообще всей семьей любим. Ну, в любом ее проявлении. Так что. Ну, а шашлык из рыбы, я не знаю, кто как любит. Но из форельки, особенно крупный, жирный, он, ну, просто бесподобный получается. Вот так что сезон шашлыков открыт. У нас последние дни идут дожди. Так что, надеюсь, все удастся. Держите за нас кулачки. Вместе будем кушать шашлык. Ну, все уже промариновалось. И сегодня уже вот разложила в эту сеточку. Она очень удобная. Я вам уже ее показывала. Как будто вот специально для рыбки. Это самое то. И потом вот такие плоские кусочки. В ней все равно можно и свининку, и курятину. Все, что хочешь. Но плоские кусочки очень-очень удобно здесь класть. Все. На огонь. Ну, вот уже готовое мяско. Сейчас посыпем луком. И баклажаны свежие. Печи, испекли перец и помидоры. Обычный салат из печеных овощей. Остается посыпать зеленью. И все. Все, кто обедает, приятного аппетита!